Здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадигм. И сегодня я расскажу вам, как вы, наверное, поняли по названию видео, о Федерации. Зачем она нужна? Также об альянсах немножко расскажу. Ну, в общем-то, да, потому что я сам это довольно-таки рано сделал. То есть я играл такой вот, ну, скажем так, расой мирной, которая со всеми дружит. Могу вот показать, то есть материализм, ксенофилия и индивидуализм. И, значит, как я получил Федерацию? Вот, во-первых, Великая Декларация, она у нас типа называется, но её можно переименовать. Ну, я об этом не задумывался, ещё я буду что-то там переименовывать, не на видео уже записывал. В общем-то, вот такая вот Федерация. В принципе, сейчас мы правим член Альянса. У нас был Альянс, в общем-то. Теперь уже Федерация. И прикол заключается в том, что я её очень долго собирал. Как же нам основать, собственно, Федерацию? Ну, во-первых, нам нужно основать Альянс. Для того, чтобы основать Альянс, нужно ладить со всеми. Для того, чтобы поладить со всеми, смотрите отношения к нам. То есть вот от посольства у нас плюс 100 идёт ксенофилия, их ксенофилия, идёт плюс 20. Ну, хотя нет, не их, а может и их. Ну, в общем, по сути, наша ксенофилия плюс даёт, я знаю. И, в принципе, и их ксенофилия тоже даёт. То есть, если у нас есть какие-то общие вещи, то это даёт плюс к отношениям. Ну, то есть, одинаковые черты. Также плюс даёт, если у них, собственно, сама ксенофилия. Даже если ты какой-то там не ксенофил, нифига, ты ксено-сам ненавидишь, а не ксенофилы, то они будут к вам лучше относиться, чем если бы они были не ксенофилами. Это логично. Дальше, значит, типа ксенофильная дипломатия. Походу, тоже какой-то бонус. Глупцы-материалисты. Вот это вот у нас минусы, потому что они спиритуалисты. Но это не наши союзники, это вообще, то есть, сюзерен какой-то другой империи. Ну, то есть, вы поняли, они вассалы уже чьи-то. И отвратительные, то есть, если вы или они отвратительные, то минусы будут. Поэтому, если хотите всем нравиться, то не надо вам минусов. А вот, собственно, ещё одни чуваки, с которыми у нас, в принципе, возможно, в будущем будет что-то хорошее. Я с ними ещё думал тоже замутить. Во-первых, пацифизм. С пацифистами хорошо дружить, потому что они практически всегда любят, в общем-то, дипломатию. Ну, потому что они не воюют, следовательно, они стараются всю дипломатию делать. И, следовательно, отношения их к вам всегда лучше. Плюс фанатичная ксенофилия. Плюс я к ним посольство поставил. Не стесняйтесь ставить посольство, отзывать посольство. В принципе, когда посольство сотню своих отношений набрало, то если вы не можете там инопланетянина себе в альянс забрать, ну, то есть, не инопланетянина, а государство, не можете забрать в альянс, то зачастую это означает, что нужно сносить посольство и отдавать его кому-то другому. Это значит, что вы неправильно сделали, когда поставили здесь это самое посольство. Но можно еще немножко подождать, в принципе. Бывает, что со временем все это улучшается. Но, в принципе, советую, если у вас уже есть альянс, то дружить с теми, посмотреть, кто с кем дружит. Если ваши союзники с кем-то дружат, оба, то вы тоже с ним дружите. Также советую смотреть, вот здесь вот, наводите на крестик и смотрите. Отношения дружба плюс 30, разные подходы к войне. Вот база минус 50, это, то есть, ну, это базовые очки, которые нужно набрать, чтобы они согласились войти в федерацию. И также, когда альянс, есть еще, тут внизу написано, типа, согласятся ли остальные члены альянса взять его к себе. Когда же федерация, и тут мы подходим к тому, чем отличается федерация от альянса. Федерация от альянса отличается двумя вещами. Первое. Правит есть в федерации президент. И, в общем-то, пока президент правит, он там по 10 лет от каждого, от каждого союзника избирают по президенту каждые 10 лет. И, в общем-то, пока правит, например, твой президент, то ты решаешь все дела альянса. То есть, если твой президент правит, ты можешь взять и сказать, пойдем воевать он с теми-то. И никто ничего тебе не скажет, все пойдут воевать. Ну, ты, конечно, если какой-то чужой президент скажет пойти воевать с кем-то, ты можешь, как бы, просто не отправить войска и все. Но от этого могут победить, собственно, враги, и тогда ваша федерация станет слабее. И это я не советую делать. И второе, чем он отличается, то есть, чем отличается федерация от альянса, это то, что есть конструктор кораблей федерации. И вот я хочу сказать, что здесь, в конструкторе кораблей федерации, есть все технологии, которые есть у какой-либо расы, входящей в федерацию. Вот, например, мы можем создать крейсер со всеми разными припамбасами, но при этом я его построить у себя не смогу, потому что у меня нет технологии этого. Космопорта пятого уровня. То есть, видите, не могу. Нужен космопорт пятого уровня. При этом эсминец федеральный мы можем построить, но хочу сказать, что вот в этом все преимущество федерального флота. Он как бы принадлежит президенту, то есть, когда ваш президент того, ну, то есть, сменится другим президентом, то, в общем-то, вы потеряете, наверное, этот флот, ну, или он перейдет, то есть, под контроль. Чужой. В общем, у меня этой технологии нет. Малый плазменный ускоритель. То есть, плазменных ускорителей у меня нет, но при этом этот корабль я построить могу. То есть, я могу использовать технологии оружейные, по крайней мере. Те, которых у меня как бы и нету. И исследовано, вот, чтобы вам показать. Вот, у меня есть, короче, лазеры добывающих дронов, дезинтеграторы, синие лазеры и, в принципе, красные лазеры. Все. То есть, фактически, нифига у меня нету из технологии, если так подумать. Это вот 59 лет с начала игры. Такое вот у меня получилось. И, то есть, как я показал, мы можем спокойно себе заказать этих кораблей по максимуму и клепать их сколько захотим. Ну, естественно, эсминец, то есть, не эсминец, а крейсер мы не построим, потому что у нас космопорт не построен. Для космопорта нужна технология. Ну, а на такие технологии это все не влияет. Однако, с другими технологиями все здесь делится. И, то есть, как бы у нас можно выбрать правление, но это все знают, я думаю. Можно так же выйти из федерации. Из федерации. И прикол в том, что, как бы, вот, следующий президент, следующая смена, вот, в 2269-10. На самом-то деле, я после этого еще играл эту игру, собственно, и развивал дальше федерацию. Но это я вот загрузил сейв, как только мы ее создали. Я вообще хотел загрузить сейв, который перед созданием федерации, чтобы при вас ее создать. Но он у меня, в общем-то, там русскими буквами шрифт был написан в этом сейве. И я, он, походу, не загружается. В общем, я не смог его найти, не смог загрузить. Теперь буду английскими буквами называть. Но самое главное, отображались, когда я сохранял нормально. А вот загрузить нифига не получилось. Так вот, что я хочу сказать. Вы скажете, это, как бы, ну, неправильно, там, ну, это ненадежно. Давай империю делай, и так далее. Но, на самом-то деле, империи здесь у вас не получится толковой. Потому что все равно ограничены планеты под прямым управлением. А даже если бы были не ограничены, то геморрой с ними большой. А в империи ты, то есть, будешь сектора создавать везде. А так, у тебя чуваки есть, которые за тебя создают войска. И, кстати, что я хочу заметить, очень хорошо в альянсах и в федерации, то, что все твои союзники стараются летать рядом с тобой. Особенно в войнах. То есть, я летал своим флотом, там, ну, его не 1400 было, а 3000 с половиной. Это просто сейчас его, короче, видите, половину лимита. Потому что мы тут воевали, и несколько империй уже замочили. Как-то так. Своим альянсом. Я тут даже понаставил своих червоточин, станций червоточин. То есть, как только мы начинаем войну, я залетаю своими кораблями, ставлю прямо на территории противника станции червоточин, и летаю, и всех уничтожаю. За счет того, что червоточины быстрее и более свободно перекидывают войска по всей вражеской территории, мы успеваем подавить всю инфраструктуру, а уже потом сражаться с остатками армии противника. Очень удобно, червоточины, рекомендую. В общем-то, как вы понимаете, от союзников, от полноценных компов, гораздо больше толку, чем от того, что тебе будут тупо ресурсы давать и исследования. А федерация позволяет еще больше от союзников получать профит ввиду флота федерации. То есть, что ты можешь использовать технологии. Кроме того, по умолчанию в альянсе ты можешь сказать кому-то, типа, ну, пойдем нападем на того чувака. Но если у них отношения с этим чуваком неплохие, вы поняли, с государством, то они могут не согласиться это сделать. То есть, тут как в НАТО. То есть, все должны достигнуть консенсуса. Ну, или хотя бы большинство должно проголосовать за. А в федерации все решает президент. То есть, если твой президент, твои 10 лет, опять же, я основал федерацию, поэтому именно мой президент первые 10 лет будет править, то, собственно, они по-любому будут воевать. Потому что таковы правила. И это, я считаю, очень хорошо. Это позволяет, скажем так, расширить союзы. И самое последнее, и самое главное, что в отличие от альянсов, если побеждаете вы, то есть, федерация побеждает, уничтожает всех там, или там захватывает 40% галактики, то победа достается всем. То есть, это единственный способ общую победу получить. Я там посмотрел ролики по Стелларису, и там один чувак говорил, ой, жаль, здесь, короче, нету победы, там, объединением, там. А она на самом-то деле есть. И это вот создать федерацию большую. Это как раз та победа, которая не военным путем, и не заселением галактики. Так что, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам понравился такой мини-гайдик, ради которого, ну, шучу, не ради которого, конечно, я играл довольно долго. Но, в общем-то, если бы я играл ради него, то я бы играл довольно долго. И всем пока-пока.